Однажды я от Миши получил вот такое вот сообщение. Примерно в 2 часа ночи Мишин сосед просто начал орать на весь дом. Эмоции Миши вы видите на экране. Хорошо хоть Михе ничего не угрожало. Мих, что ты чувствовал в этот момент? Ну, честно говоря, я был в полном шоке, потому что я был не готов, это было 3 часа ночи. Но я даже не представлял, что будет дальше, потому что это было только начало. Да ну его нахер, я спать. Привет, Ютуб, с вами Ранф. И Михаил. Сегодня мы поговорим о Мишином соседе. На самом деле мало кто знает, но единственным очевидцем всего этого события, кроме меня, был Артем, потому что он был первым, кто узнал про эту историю. Поэтому сегодня мы расскажем все о Мишином соседе от начала и до конца и ответим на вопросы. Кстати, у меня же тоже были конченые соседи. А вот об этом мы сегодня и поговорим. Смотри, я помню, как все было. Часа 3 ночи ты мне скидываешь видос, где просто какие-то крики за стеной. Ты еще испугался тогда. Это было, да, это была ночь, и я сижу просто спокойно, что-то работаю на ноуте. Это было, на самом деле, уже около года назад, я плохо помню, но я услышал крики, я услышал какие-то визги, драку, я понял, что там точно что-то не окей. Я сразу Артему начал скидывать видео. Ну, там видно твои эмоции, ты немного парился, конечно. Я был в шоке, конечно, я был в шоке. Тебе ничего не угрожало? Да, но я понимал, что если я сейчас что-то не сделаю, хотя я не знал, что даже мне делать, то там просто женщину завалят. Хорошо, а что вот потом происходило в этот вечер? Вот в этот вечер и было то самое легендарное видео, которое, скорее всего, все уже видели. Там, где сосед с ноги пытался зачем-то вышибить себе дверь. Свою же дверь? Свою же дверь. Он сам к себе ломился? Да, да. Ты боялся? Я на самом деле боялся, что он ко мне зайдет, если я сейчас вызову полицию, потому что я именно это и собирался сделать. Я, типа, понимал, что ну а кто? Я пойду разбираться, так он мне сейчас так же меня вынесет, как эту дверь. Зачем мне это надо? Ну, типа, я-то готов помочь, но жертвовать собой ради этого я не готов. Но ты полицию, типа, вызывал, чтобы его семью как бы защитить? Да, да. Так, слушай, да. А, ничего, я бы такое не сделал. Короче, я примерно 5 минут просто походил, сразу скинул тебе. Ну, как полагается, видео снял, сразу отправил. А потом думаю, нет, ну, блин, надо вызывать полицию, наверное, потому что я сам ничего не сделаю. Вызываю полицию, оформляю, короче, это все. Все там рассказываю им, говорю номер квартиры, кстати, номер квартиры я вообще даже не знал, поэтому сказал просто на рандом, так, прикинул. Я, как бы, тоже не хотел лишний раз там звонить и так далее, потому что мало ли я думал, знаешь, он сейчас успокоится, они приедут, он спокойный, мне заложенный вызов пришьют и все, я еще и сам отъеду за это. Я этого боялся. Да, ну, я понял, что у меня есть запись, типа, я, если что, покажу им, скажу, ребята, ну, успокоился, лег спать, извини. А вот помогло это, он успокоился или следующие полгода он дичал? Ой, это мы чуть позже об этом поговорим, чуть позже. Я знаю ответ на вопрос. Я до конца не уверен, что это именно с его квартиры шло, да, давайте такую небольшую ремарочку. Но, вероятнее всего. Ты не боялся того, что он увидит видос, который ты снимал, и рожу тебя надеет? Это немного стрёмно, но с другой точки зрения, типа, я же, во-первых, не снимал его в его квартире, и ничего, как бы, противозаконного не делал. И лицо замазал. И лицо, ну, там не замазывал, но там не видно просто ничего. Поэтому, как бы, сам виноват, не надо водяру жрать. И, ребята, вам не советую, поэтому... Так нет, а какая разница, тут просто страшнее тебе, чем ему. Типа, ты это все видел, мало ли реально к тебе вломятся и там, что ты с тобой сделаешь? Ты-то, чёрт, про своих хотел рассказать. Ты-то раньше же жил вообще в коммуналке, не в этой квартире. Да, да, блин, ребят, у меня тоже было много историй с больными соседями. Сначала объясни, что такое коммуналка, чтобы вы понимали. Это не вот это совсем. Вот, да, тут соседи нормальные. Я раньше жил в коммуналке. Это такая комната, в которой живет еще пять семей. То есть, как бы, пять комнат, в них живут все семьями. А у всех общая кухня, душ и туалет. Ну, и вы, естественно, понимаете, что происходит в общих комнатах. Жесть. В каждой комнате были просто психи. Вот смотрите, как выглядел подъезд в этой коммуналке. Просто жесть. Это жёстко. Лично там был, ребят. Да, у них там был. В общем, о соседях по порядку. Самая близкая к нам комната, это сосед, который тоже любит выпить. Он напивался до такой степени и потом просто орал. В три часа ночи из его комнаты... А, дед, дед? И там такой звук, как будто упал в шкаф. Мы открыли дверь, а он просто лежит на полу пьяный, без сознания. Типа нажрался до такой степени, что упал. Нет, он не допился до такой степени. Объясню. Он пил какой-то странный спирт, после которого у него отказывали ноги. Вот прям отказывали. Я не знал, что так можно. И он очень часто падал рядом с моей комнатой. Потому что он выходил из своей и шел в туалет через мою комнату. И очень часто он падал, из-за этого я не выходил. Мне было стрёмно. Жёстко. Да. В третьей комнате, короче, жил просто пацан нашего возраста и баба. И они тоже постоянно бухали и почему-то до меня докапывались. Один раз он, короче, приходит ко мне и говорит, «Слышь, а вы тут год живёте, чё вы не убирались?» А там никто не убирался. Я не знаю, почему он ко мне пристал. Да, просто чтобы вы понимали, ребят, там уже так не закрыться, знаете, как вот у меня в квартире с моим соседом. Типа дверь не открываешь и всё. Там, типа, чувак тебя может просто вломиться и надавать по роже. Ни за что, потому что он белку словил. Ну, это типа как с родителями живёшь, но просто... Да, 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 с сужими людьми. Да, у тебя просто комната на замке. А по сути там дверь деревянная, не железная. Блин, те курили, там фу. Вы бы это просто видели. Я понахожу фоток и вы увидите этот трэш. Я там жил. Так полцентра Питера живёт зачем-то. Обидно, если ты адекватный, дебилам быть проще и тебе просто портят жизнь. Короче, ребята, будьте адекватными соседями, пожалуйста. В инете полно видосов трэша с коммуналки. Вот, кстати, смотри, бабушке чайник не поделили. Да. Просто чайник. Чайник, чё нахуй? Ты чё, я полно нашу. Тина, я не понимаю, почему вы не пускаете? Ладно, давай, самая жёсткая история с твоими соседями. А, ну один раз в общаге сосед с девушкой прямо на соседней кровати дрались. Фу, трэш сраный. Я бы, я бы... Жесть. А у тебя... Остался там жить. А у тебя какой сам плохой? А, ну у тебя и этот сосед. Кстати, вот лайфхак. Если у вас, Миха, больные соседи, очень сильно помогает установить камеру. Люди, видя камеру, сразу перестают делать плохие дела. Хотя это не всегда помогает. И вот видосы, где люди даже на камеру дичают. Я вот не понимаю, а зачем они камеру-то бьют? Ну они типа не хотят, чтобы она их снимала, и в итоге это всё равно выкладывают в интернет. А если бы они ходили просто, никто бы это и не видел. Понимаете, насколько парадоксально это? Из-за того, что не хотят, чтобы камера их снимала, дичают, бьют её. Из-за этого и становятся популярными, ну как дураки, естественно. То есть ничего б не делали, всё было б норм. Да, 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 просто пройдя мимо. И с Михой пришли к выводу, что самая главная проблема в современном мире это безумные соседи. А, давай ты ответишь на вопросы, которые подписчики тебе пишут постоянно. Давайте, это то, чего вы все ждали. Когда будет вторая часть про соседа? О, это один из самых ваших любимых вопросов. Надеюсь, что никогда. Ну, конечно же, если он опять что-то вычудит, скорее всего я вам об этом расскажу. Так ладно, а после твоего последнего ролика ничего не было? Ну, были какие-то звуки, но не настолько много жести, чтобы это прям записывать, снимать, не настолько много интересного. Звуки. Может он там ходил просто, а ты, ооо, сосед опять с ума сходит. Да. А ты с ним пересекаться не боишься? Блин, стремновато немного, но в целом, в чём я не прав. Короче, вот так, ребята, с вами был Ран и Михаил. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Ёп! У меня, походу, не все соседи нормальные. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok